Расскажите, как вы себя сейчас чувствуете? Ильяс, вы уже многое прошли. На каком уровне уверенность ваша? На все 100% уверен в себя. Постараюсь выиграть. И делаю все, что в моих силах, чтобы одержать победу. Я настроен на 100%, как всегда. Лучше не доводить до решения судей. Надо досрочно побеждать. Думаете, что могут засудить? Да, да. В тот раз тоже меня два раза. Тут и в другой организации засудили. С кем? Там бойцы, пару бойцов есть. С тем же Рофалем. Это уже пройденный этап. Я сейчас иду из победной серии. Я победил Вячеслава Дацика. Мы все знаем, что этот человек в едином плане. Очень известный боец. Так, человека я его не уважаю. Но боец, он ударит тяжелые. Есть там свои моменты. Но почему не уважаете? Кто-то хотел у Дацика спросить за грязные поступки, например. Я знаю бойцов, а вы? Я хотел... Я, короче... Просто неприятен мне этот человек, его прошлое. Но я за прошлое ничего не говорю. Если поменялся, это рад буду за человека. Но я не вижу, что он меняется. Не менялся. Он в Инстаграм закинул, что за счет... Да то, что... Да те слова, которые он говорил про Мухаммада Али. Грязные слова. Потом себе Инстаграм закинул. Говорит, типа, я не знал, что он такой... Такой человек. Это было в прошлом. Типа, он великий чемпион. Там туда-сюда. И потом, два дня назад, смотрю, другое интервью. Говорит, типа... Я нейтрально к нему отношусь так, как я его не знал. Тогда я под каким-то влиянием человек ходит. Но за те слова про Мухаммада Али я его спрошу по-любому. А, получается, в большей степени за Мухаммада Али хотите спросить? Да, он такие грязные слова сказал про нашего брата, мусульманина. Мы все знаем, кто такой Мухаммад Али. Мы все знаем, кто такой Вячеслав Дацик. Послушайте, а у вас же был еще конфликт с супругой Вячеслава Дацика. Вот по какому поводу я видела видео на улице, что вы, в принципе, было такое разбирательство. Вот в чем заключался этот конфликт, почему? Я ей слова вообще не говорил. Она сама начала все это. Хотела провокацию сделать, чтобы я ударил ее. Но я не поддался провокации. И сдержался. Она говорит, что у них в семье не мужчина главный. У нас, ну именно у нас чеченцы, у любого здравого человека, который считает себя мужчиной, доме будет хозяин мужчины. А женщин мы тоже уважаем, любим, ценим. Женщина это тоже самое есть, драгоценное, которое всегда в семье детей рожает, кормит детей, ухаживает за домом. Это большое уважение к женщинам, потому что это нелегко. Я сам знаю, я тоже семейный человек, что это такое. Ну, насчет там слова, тогда у нас, у чеченцев, да у всех именно чеченцев, любая национальность, любая нормальная, здравая, у людей, которые мужчинами считают себя, у всех, я думаю, должен быть мужчина. Ильяс, а вы говорите, что вы тоже семейный человек, у вас есть дети, жена? Да, у меня есть дети. Я возводил, но у меня дети есть. Сколько детей? Трое. Трое? Да. А они занимаются сейчас, может быть, уже единоборствами, либо они еще маленькие? Нет, они еще маленькие. А дадите потом у единоборства? Ну, у меня две дочки, сын. Сын отдам, посмотрю, дочь, дочери, или нет, дочь, по-другому буду осветить. А вы говорите, что вы спросите у него за Мухаммеда, Али. А каким образом вы хотите спросить, когда? Я спрошу, и он должен прилюдно извиниться. Он сперва говорит, что он уважает там это, это потом на второй день говорит, что он в нейтральном положении, так как он не знал Мухаммеда Али. Да, Мухаммеда Али, даже не мусульмане, христиане, любой там, который говорят, любые люди, которые знают, кто такой Мухаммед Али, и тот, кто наблюдает за боксом, за спортом, эти люди знают, кем был этот человек, и как достойно он прожил свою жизнь. А кем является Вячеслав Гацик вообще, кто он? За то, что он там грабил сотовую, там бил людей слабых, мучил в тюрьме людей слабых. Он что, он кто? Чем можно его поступком гордиться, я не знаю. Я знаю историю, мне очень много писали в Инстаграме, близкие мои писали, лично мои близкие, которые сидели в тюрьмах, что он там пытал слабых людей. Как можно любить и уважать таких людей, я не знаю. А вы продолжаете на бой, вы хотели, у вас был спортивный интерес, или это только был личный интерес подраться с ним? Я хотел его вырубить, если смог бы, но я его два раза уронил, не получилось вырубить. Ну, скажу, как есть. И в медийном плане, по всей стороне, посмотреть этот человек, да, и бой с ним мне тоже дал большой скачок, в плане медиа. Но, хотел бы его честно, выключить его полностью. Такая злость мне, это человеку. Этот человек за 10 минут до боя отменил бэкфисты. Его жена подходит, его команда подходит. Я целый месяц готовился, бил эти бэкфисты разуротом. В смысле отменил? Как можно отменить? Они подходят, говорят, бэкфисты отменяем. Все под него делали. Все, наше дело, хорошая организация, но они все делали под этого человека, чтобы у меня выиграть, я не знаю, но... Нет, а официально можно отменить бэкфисты? За 10 минут мне подошли, говорят, что бэкфисты отменяют. И отменили за 10 минут. Потом темпы мне проверяют, жена, команда, подходит, короче. На злость он мне звонит, он боится приходить на злость. Армен, Артур, извините, наше дело мне говорят, чтобы я его не трогал, дай мне слово, говорит, что ты его не тронешь. Я ему слово дал, и поэтому я хотел его ударить, честно, хотел его избить, как смог бы. Но этот человек, он испугался, я его считаю трусом настоящим. Я говорю, как есть, я не ради хайпа это говорю, это человек трус. Не думайте, что я высокомерный какой-то, я клянусь Всевышним, я говорю, как есть, не люблю здесь клятся, да, в шортовх, тут стою. Но я не ради хайпа это говорю, вот у меня к этому человеку есть злость. А так, у меня никакой национальности, я никого не разделяю, все достойные люди, всегда поддерживаю достойных людей, но к этому человеку нет уважения, потому что... А как вы хотите у него спросить за Мухаммеда Али? Посмотрим сейчас. Он сегодня будет здесь? Я не знаю, сказали, будет, не будет. Я с ним на улице, ему предложил, давай на улице, разберемся, как мужчина, он убежал, сел в такси, убежал, короче. Это когда вот перед боем, в день взвешивания. А если ты такой мужчина, давай здесь зарубимся, полностью, без никаких правил, он убежал, короче. Я не знаю. Вот так вот. Я с его тренером больше сейчас. Это его тренер, да? Ну, тренер у него достойный парень, очень хороший, воспитанный, такой человек с доброй душой, видно такое, порядочный парень, спокойно такое. Приятно, вообще общаться с такими людьми, уйти, подраться тоже с такими соперниками, разделить октогон тоже, уважение одно. Скажи, я хай, скажи, камера все зафиксировала. Чего? Вы братья, да? что такое? Что такое? Стоп! Стоп! Команду слушать, стоп! 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 Ст поздравляю с победой было бы очень круто реально на самом деле ты в принципе сделал все мне кажется что можно мне кажется чуть недоволен вот чего учет не сильно рад просто знаете как я никогда не доволен собой честно хотелось бы так-то но так как я не ударник я дерусь как на улице такой поставленной четкой технику нет у меня не знаю нужен хорошему в техник поставить тренер сможет надо тренируюсь постоянно вижу себя форме мы будем расти будем работать над ошибками я хотел бы отдельно благодарность который рядом со мной который терпит меня мой характер тяжелый человек на самом деле просто тяжелый у меня такой тяжелый характер мои братья меня всегда поддерживают потом именно их поблагодарить я никто я просто человек смертный если достойно вот такие братья не будет рядом сложно будет в этой жизни поэтому движитесь достойными все будет у вас хорошо по воле всевышнего и лесные профессиональный боец ты бился в россии вот расскажи почему ты покинула себе сей я не покинул я хочу дальше тоже по год назад дрался хотелось бы я у них прошу пойму мои бои дайте я уже устал сдаться с мастерами вот каких-то соперников хотел бы видеть я сейчас белазом буду подходит драться после рамадана и олег додонов и тимур никулин три боя у меня я хочу вот с ними после рамадана я хочу три боя выиграть я думаю начала я буду пахать утром вечером чтобы выиграть вот эти три боя это хорошие бойцы крепкие сильные бойцы но это представители клубы ммм а тебе интересно это от корыта профессиональная лига наше дело тоже 6 официально уже по профи будут сегодня гран-при тоже про бои будут уже все наше дело это сильная лига подписывают сильных бойцов профессиональных бойцов поэтому у меня был по боксу с олегом додоновым бой будет а вы разве в одной весовой сколько весит 95 я был он тоже ну согласились 95 у меня просто вечер поднялся я там где это не держал обычно сам большая вес 90 у это были не знаю что то у меня вес поднялся диету не держал честно опять держал и все пять килограмм за сутки почти скинула и вышел ты вот крупный мощный такой габаритный боец но я знаю что ты бросал вызов марату балаеву а в принципе он намного меньше с парадами получила что там почему моим земляком он дрался мы друг друга не поняли его секундант я там так марату уважение достойный парень мы решили этот вопрос руку дали мы общаемся дружим поддерживаем так лишнего ничего нету все с ним уже все мы решили вопрос марату респект достойный парень чуть случилось на эмоциях были я и его секунда и мы решили мы на связи все у нас четко личный вопрос я тоже поздравил как бы в разных весовых в разных габаритах я понимаю да уже доказал таким возрастом что он настоящий воин он до конца с молодыми ребятами очень хорошие конкурентные бои показывал поэтому человек заслуживает уважение то бы учеба не говорил именно спортивной точки зрения я считаю что уважение заслуживает уважения на счет его человеческих качеств я с ним так близко не общался так мы общаемся так поверхностно сказать вот значит готовилась к интервью и наткнулась на серию хейта в твою сторону как думаешь почему почему хейтит тебя вот за что как ты знаешь вот там дети пишут маленькие я никому ничего плохого не сделал чтобы меня там хотели я иду своей дороге я никому не мешаю я никого-нибудь что-нибудь никогда не отбирал никого-то спатишка никому не бил там я не знаю что-то меня хейтит я иду своей дороге чтобы покормить свою семью свою бабушку я без родителей у меня бабушка осталась и все остальное мне не важно рядом со мной достойные ребята все мне в этой жизни ничего самому себе ничего не надо только для семьи и для своих близких все вот знаешь на твой на тебя снимали такую как бы череду как разоблачение каждый день видео делают вот и пытался найти но все-таки это жестко сказать но скорее всего естественно ты как боец уважаешь себя пытался найти этого автора посмотрел кто это человек не в россии они в россии обо всех видео делают про хабиба делает про каждого второго как про всех бойцов именно в россии которые живут он про них видео делает я не знаю этому человеку ничего не сделал я не лично написал там близкие писали там зачем ты эти видео делаешь зачем ты хочешь меня оскорблять мое имя я что ему сделал вообще я никогда жизни человеку подлости не делал хоть одного человека приведите или а с якобы где-нибудь подлое сделал просто мой моей жизни проверки за это тридцать один год я кому-то сделал там недостойно да там кого-нибудь кинул то обманул об отобрал у кого-нибудь не было такого если есть увидите каждый человек идет свою по своей дороге я никому не мешаю просто оставьте меня покоя хорошо я тренируюсь поддерживаю свою семью просто оставьте меня что потом если что-нибудь будет потом плакать будете звонить будет я знаю это много раз случалось тоже просто оставьте я вам ничего плохого делал и все как реагирует то что там она не посмотрел и это все равно минусом не будет это может старая тема не от вас снимает фиксирует все сказанное ну что что мы журналисты и нарушителей много а в целом все целом все вы думаете что сотрясение но понятное дело да если нет но если пропущенные удары есть есть ники то это уже говорит о том что сейчас можно ударить и получится жесткий все-таки спорда как минимум зачем вот он уже не знаю мужчины чем занимаются непонятно как вы себя чувствуете вот что стал решающим фактором в этом поединке почему не удавалось не слышал сейчас в какой-то момент поддался эмоциями и начал любить ну вот как ваш оппонент насколько он был сильным он опасен тем что он действует не по технике не по боксерской технике бьет наносит удары те которые ты не ждешь апперкоты так несколько раз до попадала не видели ну и как его удары в аспекте мощи сильно расстроенного ну как расстроен может внутреннее какое-то самооправдание несколько что неделю готовился потом будет они вышли мне предложили мне предложили я согласился и на подготовку ворон неделю мне предложили за две недели неделю я готовился и неделю уже такой легкие тренировки но можно сказать на коротком уведомлении а почему приняли бой потому что хорошие гонорары либо вы недооценили медийный соперник если бы кого-то другого предложили я бы не согласился давила вот это его медийка на вас нет когда ты выходишь в клетку уже вообще ничего не давит просто поединок и все а до клетки ментальный настрой как подбил как обычно бою готовился так в принципе когда ты готовишься к поединку а ты особо себя не загружаешь этим насколько он медийный там насколько он сильный восстанавливать спасибо спасибо